добрый вечер дорогие телезрители студии 7 у нас как всегда гость в нашей студии это не просто гостья прекрасный человек известная исполнительница прекрасных песен группы вес салта наташирова добрый вечер рада вас приветствовать в нашей студии 7 я тоже очень рада начнем с самого начала как началась вообще карьера музыканта у меня да так называем карьера я думаю что так то есть музыкальная школа была нет не было музыкальной школы было были просто занятия с очень хорошей подругой моей мамы галиной виноградовой она очень хорошо преподает мне нравится она мне дала такой краткий курс то есть фортепиано немножечко сальфеджи вот с этим багажом я пришла в консерваторию случайно я проходила мимо то есть я ехала с опять же с дочерью подруги в моей мамы которая поступала в качестве хореографа на хореографическое отделение института искусств я с ней приехала вместе увидела консерваторию не стало интересно что там и я увидела что объявление где говорилось о том что объявляется набор на странную нас на эстрадное отделение экспериментальная кафедра и я попробовал их то есть я пошла поэкспериментировала да я думал что ректор это что-то вроде диканы я не знала что ректор самый главный что-то вроде текан только в самый главный нас этого я пришла к ректору и так вышло удачно что он оказался на месте и не было ни секретаря никого он оказался это было где-то около 26 оказался подругой моей мамы другом моего отца правда это выяснилось потом когда мне хотели очистить вот вначале такого не было начали я не знала ничего и он не знал ничего он просто сказал видимо я там думаю что он сказал про себя так смело зашло здравствуйте здесь ректор ну можно спросить можно я хочу вам поступить что мне нужно сделать и видимо ему стало это интересно он решил надо немножечко пошутить да он говорит а ты поешь и куда ну-ка спой играешь играю ну-ка сыграть ну-ка вот это а знаешь какие-нибудь песни я говорю вот такие вот такие на киргизском языке вот знаю а ты знаешь что я автор этой песни и такая нет уже сказала честно да а как вот здесь методика определения там есть слух нет слух конечно есть вот сейчас молотую проверим вот я и не прошел и было не готов это подготовлено приказали на вот недавно в соцсетях мы услышали в вашем исполнении очень интересную композицию она мне кажется касается всех тех кто ездит за рулем вот напомните что это за песня их и я точно не помню как она называется напомню слова так вот сейчас мы услышим хотя бы отрывать водки а дамбол есть есть два варианта есть один такое более грубый скажем вариант это ящик тердей был айдала и айбан гаук шовой гелесу бомбой нормальный болт я шучу там таких слов нет но там айбан гаук шовой эщик тердей был айдала то есть не уподобляясь а что актуальная тема человеком понимаешь что у всех единые правила надо их соблюдать ну вот хотя бы маленький такой а дамбол айбан гаук шовой эщик тердей был поляна а дамбол и что-то там еще не помню что-то она прекрасно в твоем исполнении даже такие грубые слова звучат как-то так если бы эту песню ты посвятила мне я бы даже можешь порадовался бы а вот юмор там был именно в этом есть его не слышно кажется что песня такая милая позитивная никто не прислушивается только в нашей стране можно выехав на встречную получить удар сзади за рулем нет я рада что они за рулем я боюсь у нас я честно скажу я боюсь садиться за руль я давно могла бы это сделать но наблюдая за тем что творится на дорогах я все-таки доверяю как много джигитов у нас за рулем и девушек таких странных стран это как консерватория относительно странно разные бывают я замечаю все обращаю внимание меня это просто удивляет ну а вот с и лесом как вас с его судьбам и возвращаюсь вообще мы всегда с музыкантами же много лет вместе просто встречаемся общаемся бывают встречи на концертах на каких-то мероприятиях может быть просто студиях мы иногда импровизируем и и в течение вот всей жизни ты с таким количеством музыкантов общаешься что в результате ты понимаешь что у тебя с единомышленники и ты можешь с ними что-то сделать хорошее для меня это было скорее случайно я в алмате встретилась с одином почему ли он с денисом колючить потом там был иметь кем они работали когда в сухо вот и мы встретились мы там часто бывает есть еще клуб там играют в основном это у каждого классический рок много всего разные стиле битлз там очень любят они там играли очень многие музыканты из кыргызстана там играли вот и мы общались и в результате у один возникла идея сделать юбилейный концерт именно юбилейный потому что он имел отношение к самому первому и лесу и он хотел а как подать дальнюю поэтому и зародилась идея провести юбилейный концерт записать может быть несколько перепевок со старого альбома и что-то новое вот мы записали фрунзе я помню любимый город наш каплей про снег зимний ласковый потом киргизскую песню сену лесу еще несколько композиций и все это исполнили мы на концерте это был именно юбилейный концерт то есть планировала сделать просто концерт но ландшлаг да и очень был большой отклик от людей почему-то все решили что это возрождение леса и началось такое какой-то был даже ажиотаж немножко я слышала на рингтонах у даже у школьников фрунзе не это удивляло и потом в это приятно было слышать и для меня это я подумала какая-то ответственность потому что я боялась брать на себя эту ответственность потому что я считаю что азамат он был азамат ашебеков басиста он был как сердцем леса и так как он погиб больше уже потом элесе не может быть речи мне кажется и не должно было быть но вы дали новое звучание мы дали но я считаю что любой человек даже я сама услышав это я бы сказала все равно это не толпы лес и всегда будут разговоры об этом поэтому я не стала держаться этой линии слишком долго потому что для меня это не я я считаю что это не совсем честно было бы на успехе вот на волне того проекта и ну как бы используя ими просто двигаться вперед а так и не было а так и не было потому что практически про группу и лес на тот момент уже не каждая радиостанция вспоминала и получается может сказать что вы с нуля заново дали хороший взлет этому имени этому проекту и подарили новые песни классные